Руками не трогать, зубами не вгрызаться. Хотя раки, яичница и хлеб вполне съедобны, как, впрочем, и сумочка от Шанель, поедать экспозицию можно только глазами. Первый в мире перевозной музей шоколада крымского шоколатье Николая Попова разместился в музее Алабина. Тот редкий случай, когда рояль радует не слух, а вкус. Сладкие ноты белого с привкусом темного настоящего. Моцарта на нем, конечно, не сыграешь, но аромат музыкального инструмента пробуждает фантазию и творчество. Родившись в семье потомственных кулинаров, Николай с детства знал, что жизнь его будет связана с чем-то вкусным. Шоколад выбрал сам сначала как десерт, потом как материал для создания скульптур. Шоколад – его работа, хобби и счастье. Каждая вещь кропотлива и с душой сделана руками кондитера. Один из самых любопытных экспонатов выставки – 45-килограммовая двухметровая Эйфелева башня. Маленький кусочек Франции на Самарской земле. Это очень сложная конструкция, которая сама себя держит, без подпорок и оснований. Каждый ярус можно прямо сейчас снять, и он не будет разборной. Для создания этой башни целый месяц потребовалось, чтобы создать форму. Сначала я ее сделал из шоколада, потом этот шоколад залил в силикон, и потом уже отливаю части. 512 деталей отливаются, которые склеиваются между собой. Больше 200 экспонатов – маски, сумочки, картины, оружие. Оказывается, из шоколада можно сделать все, что угодно. Планов на следующей выставке у Николая предостаточно. Вдохновляется мастер плиточкой темного, можно с орехами. В подарок от Николя Самарский музей Алабина получил картину с изображением собственного здания. После завершения выставки автор разрешил подарок съесть. Дегустация состоится не раньше 13 августа, когда выставка отправится в другой город. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События.